Жители Екатеринбургского поселка, вполне элитного на Широкой речке, жалуются в полицию на мусорской беспредел в исполнении своего соседа, буйного военного пенсионера. Он сейчас с ними воюет с помощью взрывпакетов, топоров и заваливания нечистотами. Люди, обитающие в коттедже номер 14 по улице Ландышевой, чью приору он использует как мусорку и всячески на нее гадит, Рассказывают, что пациент, собственно, не столь элитный житель и он из многоквартирного человенника неподалеку, но вот специально ходит к ним, а впрочем не только к ним, более-менее равномерно достается всем в округе. Говорят, что одинокий мужчина, время от времени по душевной хвори отлеживающейся в стационаре, совсем съехал с катушек чуть более месяца назад, когда попался на магазинной краже и благодаря видеофиксации стал звездой соцсетей. Ну и типа за это стал всем сразу мстить. Цитата от соседей с портала Е1. Никакого конфликта с ним не было. 4 апреля он хлеб в магазине украл и с этого момента у него понеслось. Угрожает убийством, оскорбляет. Вчера соседям писал, что точит топор на них, ходит по домам и разбрасывает везде мусор. Ну очень буйный. Позапрошлой ночью взрывпакеты поджигал. Конец цитаты. Разгадка может таиться в том, что поливая продуктами питание приору, припаркованную, между прочим, хозяином у собственных ворот в тупичке, где она никому не мешает, мужчина как бы демонстрирует, что тот эпизод с кражей хлеба был досадной случайностью. И воровал-то он чисто ради развлечения, а вовсе не с голодухи. Вот смотрите, бутылку молока могу себе позволить на вас извести. Мне одному военной пенсии вполне хватает. После нескольких заявлений на него полицейские 8 отдела доложили, что предпринимаются меры проверка проведена. С пациентом проведена профилактическая беседа. Более того, участковые проведут с ним еще какую-то профилактическую работу. Продолжение следует...